Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Водители в нашей стране снова могут начать наказывать за непройденный техосмотр Штраф 800 рублей На этом настаивает Министерство экономического развития По мнению руководства ведомства надо ужесточить и процедуру прохождения ТО Плюс фиксировать все это на видео В Минэкономразвитии считают, что большинство российских автолюбителей Тихосмотр, то есть диагностическую карту, покупают Трасса 101 Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий брать у предположительно нетрезвого водителя анализ крови Незаконным будет считаться результат, превышающий показатель в 0,3 грамма спирта на литр крови Необходимо это для того, чтобы определять состояние водителей, которые находятся в бессознательном состоянии Например, после ДТП Трасса 101 Почти половина российских автомобилистов периодически садится за руль в состоянии похмелья Это выяснилось в ходе социологического опроса, проведенного накануне Нового года компании Ford А самым похмельным днем ожидаемо признано 1 января Специалисты отмечают, что вождение с Бадуна так же опасно, как и езда под градусом Из-за головной боли и других послезастольных расстройств у водителя, в частности, замедляется реакция Трасса 101 В нашей стране четвертый год подряд снижается спрос на новые автомобили с дизельным двигателем В 2017 году в общем объеме продаж их не более 6,5% Специалисты объясняют это тем, что на рынке появляется все больше машин с экономичным бензиновым мотором А их еще менее прожорливые дизельные модификации к нам не поставляются Шиномонтаж за последние два года оказывается подешевел Правда, не везде, а только в трех российских городах Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону Мегаполисов, где соответствующая услуга стала обходиться дороже, намного больше Казань, Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Челябинск и так далее Проводившие исследования специалисты брали в расчет только города-миллионники Речь идет о замене комплекта шин на дисках Р-14 На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания ТРАССА СТО ОДИН